Всем привет! У нас сегодня импровизированный выпуск Ежеподкаста на кухне с чашками чая и даже с чашками кофе. И особый гость в Ежеподкасте, вы все просили каких-то новых лиц и новых голосов. Я думаю, что этот голос вы должны узнать, голос Черкизова. И человек, который, как мне кажется, должен знать о молодежном футболе Локомотива все и даже чуть больше, это Евгений Кириллов. Привет, Тим! Ты забыл упомянуть про кота, который здесь с нами сидит и тоже иногда, я думаю, будет вклиниваться в наш разговор. Котов у тебя еще не было? Ну, как сказать «не было»? В принципе, слушателям и зрителям стримов не привыкать к тому, что коты периодически врываются на стримы. Но это другой кот, поэтому, возможно, к его голосу и к его шерсти вы еще не привыкли. И к этому невозможно привыкнуть вообще. Долго очень просили меня что-то про молодежный футбол рассказать. Видимо, помнят те времена счастливые, когда я еще на «Локомотив.Инфо» писал много про молодежку. И, в принципе, очень сильно увлекаюсь тематикой молодежного футбола и «Локомотива», в частности, «Академии», «Казанка» и вот этого всего. Я вот нашел вам человека, который вам расскажет про «Казанку», про молодежку. Человек, который, в частности, побывал на последнем матче «Казанки» в этом году с Муромом. Давай, какие у тебя эмоции были на 90-й минуте, а потом на 95-й минуте? На 90-й минуте плохие, потому что мы никак не могли забить. И как бы предпосылок-то к этому было немного, я понимаю, прекрасно людей, которые лежа под одеялом у себя засыпали, глядя на потрясающую веселую игру. На 95-й разочарование от того, что мы в итоге-то и не смогли победить. Ну, то есть, я тут вынужден просто согласиться с мнением главного тренера Ильшата Файзулина, который сказал, что ничья – это результат в пользу команды соперников. Там холодно, да? Там было холодно, да. Это был еще первый, наверное, такой снег в Московской области. То есть, мы туда, когда ехали, останавливались где-то на половине пути, вышли из автобуса, а там как бы все уже в снегу. И ты такой понимаешь, что играть будет не проще, чем в Иркутске. Ну, короче, да, эмоция одна, разочарование от того, что не получилось победить, потому что команда на неплохом ходу-то оказалась в конце вот этой части чемпионата. Но должна была быть та секунда, та минута, на которой все-таки было ликование, потому что на 92-й ты получаешь пенальти просто на ровном месте, и уже как бы все. А потом оказалось не все. Ну, мне кажется, что какие-то положительные эмоции все-таки должны быть. Разве не преобладают в такие моменты? Я просто, например, помню матч, знаменитейший матч с... Блин, это, наверное, все-таки дурацкий пример, но когда с Амкаром Сычев сначала не забивает пенальти, а потом забивает со штрафного. Это, ну, ты, казалось бы, ну, просто обыграли Амкар. А эмоции такие, что это матч, который помнят до сих пор все. Да, ну, слушай, там когда Амкара выбрали, мы там бились впервые за долгое время, чтобы попасть, по-моему, в тройку, если я не ошибаюсь. Да, это десятый год был? Ну, я не помню, какой это был год, я помню только Гоус и Чоуса штрафного. Ну, это, да, это где-то либо девятый, либо десятый. Ну, это сезон Палыча уже, скорее всего. Мне кажется, да. Да, слушай, не было больших эмоций, было ощущение того, что вот результат, который ты видел на протяжении 90 минут, он как бы остался в силе. То же самое, одно очко, ликование по поводу того, что Жора забил. Не знаю, у меня как-то в этом, в этот раз не было, мы стояли с Илюхой Петуховым, который... Ну, очко это движение вперед, а могло быть ноль. Безусловно, безусловно. А если бы было три очка, то мы бы влетели сразу в троечку, ну, или бы там на подступах прямо напрямую к ней были. А так только восьмые в таблице, потому что там плотность какая-то бешеная в этом году. И в связи с этим... Ты стоял с Петуховым? Да, я стоял с Петуховым, он, кстати, удивительный, не ушел в раздевалку, точнее, он ушел, надел шапку с курткой и вернулся стоять, досматривал матч. Еще успел с кем-то там поругаться из Мурома, из тех, кто был на поле. Словесно. Потому что долго не возвращался человек на свою половину поля. Вот. И Илюх прям, ну, порадовался. Он прям такой закричал. Да! Я, как бы, сделал два хлопка в ладони, и, как бы, на этом прозвучал финальный свисток. Ну, и реакция ребят в раздевалке, они, как бы, восприняли это ничью как поражение. Ну, или, по крайней мере, как неудовлетворительный для себя результат. Петухов внутрь не такой же, как и внешне. Боец, который готов драться и биться до конца. Да. Да. Мне очень импонирует Илья. Мне он импонирует и в плане своего общения вне футбольного поля. И на поле он только подкрепляет свою симпатию к нему. Ну, я в нем вижу прям будущее. Мне очень хочется, чтобы он... Ну, я всегда знал Петухова именно как бойца, как опорника, который вырывает мяч вместе с ногами. А тут в последних матчах Казанки он в себе открыл навыки диспетчера. Он стал отдавать голевые передачи, причем, ну, такие... Породистые достаточно. Не самые очевидные, да? То есть, там диагональку вдруг запустят и между двух отдаст. Есть у него какой-то... Ну, может быть, его как-то в команде стали подстебывать или что-то в этом роде. Почему? Ну, как-то такое преображение в Петухове. Или это Файзуллин его просто вперед двинул? Ну, во-первых, да, его двинули вперед немножечко, потому что вообще в Казанке, когда пришел, он наигрывался на позиции центрального защитника. Ну, по сути, он всегда и был. Он либо опорный, либо центральный защитник. Да, ну, ты знаешь его немножко больше, его за игровой карьер следишь. Для меня Петухов открылся, как бы, полностью в прошлом году, когда он просто выгрызал весь центр поля в молодежке. И это касалось как внутреннего чемпионата, так и Европы. Вот, поэтому, когда его подвинули на ЦЗ, и мы с ним разговаривали, что ему там, ну, мягко говоря, непривычно играть, и он там себя не чувствует уверенно. Прошло время, он посидел два матча на лавочке, после чего его через одну как-то ступень сразу выдвинули вперед, куда-то туда ближе к атакующей, да, ну, прям совсем в центру поля. Ну, видимо, опорка застолблена. Ну, почему бы и нет, с другой стороны, почему бы и нет. Главное, чтобы игровая практика-то была у всех. Вот. А нет, в команде никто не стебется, тем более, что все, чего там стебать-то, результат парень приносит, себя отдает полностью, там, играет на, иногда даже на болевых ощущениях каких-то, которые у него... Ну, это просто довольно забавно, в команде 2001 года всегда были другие креативщики, там, ну, Макс Петров, да, Севикян, Черняков, а тут Петухов, который, в общем-то, всегда отбирал мячи и отдавал тем креативным ребятам, его вперед двигают, а те остались там либо в запасе, либо в молодежке играют. А Петухов показывает класс на высоком уровне. Прикольно. Да пусть показывает, да, кто против, кто был. Вообще не против, дай бог, что... Ну, действительно, подкупает историю Петухова, и есть определенные надежды на него и на то, что когда-нибудь мы его увидим. За счет лидерских качеств, мне кажется, в первую очередь, то есть он может где-то что-то недоработать, да, на поле, ну, всякое бывает, но за счет лидерских качеств он... Попутно встряхнет команду так, что команда побежит и забьет гораздо больше, чем забил его без него. Дай бог. Краем затронул тему юношеской лиги чемпионов. Как в этом году, ну, ребята расстроились, то, что нет привычного формата? И ребята расстроились, и тренерский штаб очень расстроился, потому что первое, что сказал мне Максим Юрьевич Мишаткин после жеребьевки основной сетки лиги чемпионов, группового этапа, я имею в виду, что, эх, бы нам с ними сыграть, со всеми ими. Это же новый уровень, новые команды, ну, почти все новые. Я думаю, у него есть еще и настроение с атлетика показать, что то, что было, особенно в Мадриде, это ошибка какая-то и случайность. То, что было в Москве, тоже ошибка. Это матч, в котором я очень сильно матерился. Я думаю, там все очень сильно матерились, и, не знаю, у меня после проигранных матчей нету настроения материться, и там, не знаю, после проигранных нет. Но когда ты отдаешь матч своим собственным пасом на 93-й минуте, после того, как ты чудом отыгрался, вот тогда есть желание. Ну, у тебя, типа, единственный вопрос, возможно, ну как, зачем, что ты сейчас делал, вот у меня такие вопросы философские больше, то есть, как бы, ответа на них нет ни у меня, ни у Артура Черного. Удачи, Артур, тебе в ближайшем матче с Сосновой. Я думаю, что в этом году, будь все по-прежнему сохранившись, сохранись привычная нам структура, мы бы шагнули далеко вперед. Я надеюсь, что мы это сделаем весной. Какой формат у этой лиги ФА ты знаешь? Я тоже ничего не понял. У нас предварительная информация, то, что она начнется в марте, и она сразу будет по системе плей-офф, начиная с 1.32. Ну, то есть, там все вот эти вот два пути, путь чемпиона... Да, они сойдутся в одном, это как раз 64 команды, как раз, получается. И вот... С какой-то жеребий будет, да. Проскуковая система. И по кубковой системе. И опять же, будет один матч. Один матч, да, без дома выезда. То есть, пока на данный момент это один матч, и, соответственно, ты... Ну, на два матча у них просто времени нет, я думаю, в такой системе. Ну, да, и это тоже. И ты можешь как бы попасть на... Не знаю, кто там у нас в пути чемпионов там... Ну, обычно команды в любом случае послабее, но чаще всего так бывает. В целом, да. А можешь сразу попасть на наш любимый какой-нибудь Атлетико Мадрид. Вот, можешь попасть на Мадридский Реал. Со всеми можно играть на самом деле. Ну, тут, мне кажется, что такая схема для Локомотива, может быть, даже и позволит достаточно далеко зайти. Потому что, ну, один матч, и на один матч ты всегда можешь собраться. И мы точно, ну, на голову никого не слабее. Да я бы и вообще не сказал, что мы кого-либо слабее. Вот, честно, вот та молодежная команда, которая у нас сейчас есть, и учитывая, что к ней присоединятся еще те же Шарков, Петухов, которые там могут играть. А они присоединятся? Они должны присоединиться на зимних сборах, ну, в этот период, по крайней мере, чтобы немножечко поиграть с ребятами, которые сейчас... Мне кажется, что пять матчей, которые нам в лучшем случае предстоят, больше уже просто невозможно по формату турнира, под них будет нацелена вся подготовка команды зимой. Это прикольно. Потому что, действительно, выступление на европейской арене – это показать Академию, показать, что мы можем полнее играть и побеждать и Вентус, и кого угодно еще. Этот подход мне нравится. Еще бы выезды разрешили, и прям можно бронировать отель там, где финал пройдет. Но ты был в Хорватии, ты помнишь, было какого? В Хорватии было вообще шикарно. Ну, я бы сто процентов повторил и с удовольствием бы съездил еще на Евровыезд. В принципе, да, мне формат юношеской лиги УИФА, он супер заходит, и я с удовольствием посещал матчи и домашние, и когда получалось на выезда съездить, и в Турине были, и в Загребе были. Это, ну, в принципе, молодежка – это какая-то такая прям особая атмосфера, и я с удовольствием, с удовольствием реально. И смотрю молодежку и по телевизору, и по интернету, и когда есть возможность выбраться, тоже ходим, смотрим. Это прикольно. Всем советую, кстати. Ты как на молодежный футбол попал, и чем тебя это зацепило? Ну, если вообще вглубь веков уходить, то первые… Тебе сколько лет? Щенок, добавил. Вглубь веков он собрался уходить. Мне 26. Ну, я не помню, в каком году точно я первый раз пришел на молодежку, но это была молодежка Саярыча, это была молодежка Рината Белядинова. Мы с ним недавно, кстати, виделись, когда Казанка играла с Олимпом Долгопрудной, очень тепло пообщались, он меня, естественно, ну, как бы не знает, ну, по очевидным причинам, но там минут 15 мы прям пообщались про прошлое «Локомотива». Сейчас, извини, тоже небольшая вставка. Я у Саярыча брал множество интервью в разных городах России, и я помню, в Казани, и в Перми у него брал интервью, и в целом, ну, когда вот это был период «Локомотив.Инфо», я очень часто с ним общался, и мы там его могли по часу ждать после матча молодежки, и были матчи, в которых там, знаешь, проливной ливень, так что всю молодежь эту МСА, тогда еще ныне Сапсан-арену, смывает просто к чертям собачьим, и мы все равно ждали Саярыча. А потом я уже работал в Федерации футбола, и на мои плечи легло написание, ну, там, короче, особая форма для того, чтобы Саярычу вручили звание заслуженного тренера России. И я с ним общался, и он приезжал в Федерацию, и он вообще меня не вспомнил. Ну, то есть, вот просто, я с ним общался, ну, раз сто, наверное, до этого, и, ну, начинаю с ним говорить, я понимаю то, что этот человек вообще меня не знает, и не представляет, кто я. Нормально. Ну, наверное, он знает зато всех своих футболистов, которые... Он еще все время, то есть, я всегда подходил и говорил то, что для Локомотив Инфо, а на следующий раз я подхожу и спрашиваю, для Лока Фо Ю? Да. Лока Фо Ю. Я не знаю, откуда он взял этот Лока Фо Ю, но он все время вот постоянно его спрашивал. Следующее название чатик. Возвращаемся к тебе. Да, это какие-то, ну, воспоминания с 2008 года, наверное, у меня начались. Там молодежка, она, по-моему, перемещалась между Перова и МСА, туда-обратно их гоняли. Вот, у меня из четких, вот, ярких воспоминаний, это, там, какие-нибудь дерби со Спартаком, когда ты поддерживаешь команду, и там реально, там Strong Rails еще был, по-моему, активно ребята занимались поддержкой молодежки в том числе, вот, и так как я был с некоторыми, со многими из них знаком, вот, как-то мы с ними прямо отдавались на этой молодежке, мне запомнилось, что я иду к метро, к черкизовскому, у меня голоса, ну, вот, вообще нет, я практически падаю уже в обморок, потому что вообще просто, ну, в нулину. Не знаю, за то, что меня нашло. Вот, а если говорить, ты ходил поддерживать команду, или ты ходил смотреть на молодых футболистов? Ну, то есть это было просто вот по фану поддержать, поорать, и в хорошей компании, либо это вот был именно интерес какой-то вот, а что там среди пополнения? Среди пополнения точно нет, не было такого интереса, потому что я учился в восьмом или девятом классе, мне кажется, в этом году. Соответственно, это слишком сложная схема была для моей головы, как мне представляется. Меня подкупило, что ребята близко подходят к трибуне, что после матча вот футболисты, которые только что играли на поле, там, пили со Спартаком, они вот выходят в метре от тебя, что вокруг нет никакой охраны, там, как бы все улыбаются, там, раздают фоточки, питьюни и так далее. И что-то меня это вот этим зацепила молодежная команда. Не знаю, у меня первое интервью оно было с Колей Калинским, которого еще тогда знать никто не знал, он, по-моему, даже за молодежку на тот момент не дебютировал, он был где-то на подступах к ней только, может, какие-нибудь сборы прошел с командой. Вот, и оно было для портала loka.ru. Знаем портал этот? Да. Был в числе организаторов, так сказать. Да, и вот мои первые какие-то там псевдо-журналистские истории, они начались именно с этого портала, до сих пор очень благодарен Володе Салтыкову, АК Велл, который меня как-то, не знаю, не послал сразу на три буквы, наверное, так будет вернее сказать, и дал какую-то возможность свою ахинею пописать и опубликовал это все еще. Мировой мужик. Да, хороший, Володя. До сих пор его вижу, когда прихожу на трибуны, смотрю, там с фотоаппаратом бегали. Да, но сейчас уже реже, но... Ну, значит, я совпадал, я сам-то не очень часто бываю на стадионе, прямо скажем, но когда бываю, то так сразу вот в первый взгляд, кто там вот, а-а, был на месте. Нормально. Верни мне мой 2008. Да, да, все в порядке, локомотив стоит на месте. Локомотив движется вперед, а был стоит. Это дискуссионный момент. А как бы вот уже по-серьезски я в тему молодежки окунулся, ну, вот как раз в году 14-м, когда начал работать в локомотиве. Тебя отправили на молодежку или ты как бы сам горел желанием и... Нет, я не горел. Я не горел желанием. Это был мой... Я пришел в локомотив официально 1 сентября 14-го года. У меня трудовой договор начинался. 31-го августа с утра, мне вру, сейчас соврал, 30-го августа вечером, мне позвонил Витя Степанов, сказал, Жека, меня что-то эта молодежка доконала. Я не хочу больше ездить туда дикторить. Ты меня не подменишь в этот раз, хочу к друзьям съездить. Я такой, подменить в чем? Ну, диктором, как бы абсолютно на голубом глазу. А для меня дикторство, как бы, что, блин? Как это я буду объявлять и все это будут слышать на стадионе? Типа, что за прикол? Он такой, да ладно, это же молодежка. Я говорю, ну ладно, типа, что, деваться некуда? Тебя же на работу только что взяли, как бы надо себя тоже показывать. И вот, собственно, с ребятами в 10 утра мы загрузились с моими новыми коллегами в Микрик, в Черкизово. Великий красный микроавтобус, который разводит пресс-службу. До сих пор тот же самый. И поехали на стадион Перо. У меня еще Дашка Нурбаева писала во время матча «Ты зачем сейчас объявил Бабаджанова как Месси?» Ну, немножко другой формулировки, но думаю, что нас многие поймут. Я действительно там как-то пытался что-то из себя изобразить, почувствовать, что такое дикторство. Вот, и у меня прям номер 95-й на Зимба Бабаджанов! И как бы это сейчас, конечно, очень смешно все. Но тогда я прям отдавался этому дикторству, думал. Дикторство – творческая профессия? Да, да. В нашем случае... В нашем случае точно, да. В случае локомотива. В случае диктора некоторых других... Сборной России. Ну, и одного клуба, который базируется где-нибудь в районе Хадынского поля. Ну, одно и то же сейчас сказали. Окей, ты диктор, и все равно, вот как происходит... Я все до сих пор не могу понять, как происходит этот скачок от того, что ты сначала просто болеешь, ты просто дикторствуешь, как Степанов, мне кажется, не особо заболел молодежным составом и молодежкой. Но сейчас ты подмял под себя и казанку, и молодежный состав, и, я так понимаю, даже с Академией немножко. Ну, да, так получилось, что... У нас в прошлом году было такое достаточно яркое в прошлых годах даже разделение труда, когда Ванька Корш отвечал за молодежный состав. Да, собственно, поэтому у меня Петухов, например, история Петухова начинается именно с прошлого года. Вот, а когда Ваня из клуба ушел, то, соответственно, ну, ну, кого еще? Нового человека брать под молодежку, ну, это глупо, действительно, я согласен. А учитывая, что у нас в целом сейчас и позиция нашей как пресс-службы, и позиция руководства Академии, и позиция руководства клуба заключается в том, что мы все являемся частью локомотивов и все находимся в одной системе, то в целом вполне логично, что молодежка Казанка, и в Казанку приходят люди, которых тот же человек как бы, ну, в кавычках, показываю тебе кавычки, воспитывал, да. Эта история с тем, что Казанка теперь больше локомотив, чем Казанка, это вот все оттуда же, да? Это во многом оттуда же, да, и я читал все, естественно, мнения на этот счет, которые родились после показа нашей формы, после показа формы Казанки. Рассказываю, как было дело. В один прекрасный момент, когда мы планируем форму команд, начинается там согласование с техническими спонсорами и так далее, мы заглянули в ведомости всякие, ну, не секу в этих уголовских бумажках, ну, короче, в листочке, где написано, какое у нас количество проданной атрибутики показанки. Понимаешь, оно минимально настолько... Розданное, я думаю, больше. Розданное игроками, прежде всего. Ну, да, да, да. Что, как бы, стал вопрос, а зачем? Раскручивая вопрос, а зачем, я пошел в развивалку команде. Говорю, ребят, есть два варианта, вам в чем интереснее и прикольнее играть? На что мне лидеры команды, это был Мирон, это был Суля, это был на тот момент Витя Демьянов, это был Цалагов. Назови еще Дорофеева, это окажется, что решение приняли люди, которые ушли из Казанки. Засчитано. Я перечисляю и понимаю, что да. Ну, так уж совпало, что Казанка заметно обновилась. Ну, в общем, я спрашиваю у тех, кто был лидерами в тот момент в развивалке. Ну, это логично и понятно, что, ну, глупо спрашивать на перспективу у Шаркова, а как бы тебе, если ты перейдешь в Казанку в следующем году, в чем бы тебе прикольнее было бы играть? Не вариант. Поэтому спрашиваю у тех, кто был. Короче говоря, мне все сказали, что мы хотим играть в Локомотиве, и некоторые еще добавили, ну, мы же еще как бы в Локомотиве. И тогда ты понял, что... У тебя уточняли, а в Локомотиве они или нет? Да, да. Ну, типа такой полуриторический вопрос. Ну, мы же типа еще как бы в Локомотив. А груди, естественно, вы Локомотив. И на этом моменте как бы для меня вообще все сомнения отпали. При этом тот, та идентика, с которой Казанка заходила в семнадцатом году, она действительно классная, прикольная, яркая и достаточно необычная для нашего футбола. Мы ее решили просто осовременить, исходя, прежде всего, я хочу это подчеркнуть, прежде всего изменения команды. Если бы команда сказала, что мы хотим играть в красно-черных цветах, значит, у нас были бы до сих пор красно-черные футболки. Это не была проблема. Для меня тут интересный вопрос в том, что я помню, мы с тобой разговаривали, по-моему, это было на одном из матчей, когда приглашали меня комментировать. Я помню, что был разговор о том, что именно развивать бренд Казанки, что вы хотели именно идентифицировать себя как отдельный футбольный клуб, может быть, там футбольный клуб с района, футбольный клуб, на который бы именно ходили люди. Произошло изменение мнений игроков или на тот момент это была чисто ваша идея, чисто вам казалось, что это круто, а потом вы решили поинтересоваться мнением игроков. Новых уже, в которых, соответственно, обновление тоже достаточно серьезное произошло. Вариант номер два. То есть обновление произошло не только в команде футболистов, обновление произошло значительно внутри клуба. Когда Казанка создавалась, действительно хотели делать отдельный бренд и сделали его в итоге. Другое дело, что, ну, наверное, отчасти это и моя вина, что он не пошел дальше, что мы остановились в развитии своем, именно как брендовой истории. Потому что, ну, первый год был сильный, и нужно понимать, что на развитие любого бренда нужны ресурсы, причем не только материальные, но и человеческие. Наверное, даже не столько материальные. Но, тем не менее, они тоже должны быть. В конце прошлого сезона мы поняли, что это просто не будет, ну, это не заходит людям. То есть мы, и конкретно, наверное, даже я, несколько упустили и отпустили бренд Казанки вот в сезоне 18-19. Там и сама команда выступила из рук вон плохо, и, как бы, просто ужасный сезон, на который у меня, в частности, ну, не хватило, наверное, сил выправить и продолжить гнуть эту линию. Но вот та линия, которая началась сейчас, мне она больше импонирует, честно говоря. Ребята тоже были довольны. Мы поэтому и оставили этот логотип, да, команды. Ну, он реально прикольный. Мы оставили обновленную, стилизованную графику в соцсетях тоже с закосом под конструктивизм, то есть с тем, с чем начинали. Тебя парит то, что на Казанку ходит мало народу? Три года назад парил, я помню. Три года назад очень парил. Сейчас меня парит больше... Мне, естественно, хочется видеть. Там много народу. Мне, естественно, хочется, чтобы на тот матч, как с текстильщиком в сезоне 18... 17-18, я запутался уже в сезонах. Короче, все поняли, про какой я матч говорю. Приходило вот столько же на каждый матч. Но меня гораздо больше парит, перейдет Илья Петухов в основу или нет. Илья Петухов сейчас, естественно, ну, как пример. Как и любой другой. У тебя тоже произошел слом, так сказать, на развитие молодежи. Да, потому что так или иначе вот эта цель воспитания футболиста для основы, она, блин, первостепенна. То есть, задача не в том, чтобы все на трибуне прыгали с красно-серыми шарфиками. А задача-то, она в другом, чтобы ребят знали. Чтобы вот сейчас, в том числе благодаря твоему подкасту и благодаря твоим сообщениям в чате, как бы люди знали, кто такой Петухов, кто такой Шарков, почему Безруков не может играть центрального нападающего, почему ему надо играть с края. Меня вот это парит на самом деле. У меня задача, чтобы люди знали вот о этих ребятах еще до того, как они пришли в основу. Мы недавно с малых обсуждали в подкасте, не помню уже перед каким из матчей, о том, что такая система, которая выстрелила с локомотива, когда есть Академия, есть UFL команды, потом есть молодежный состав, потом есть Казанка, потом есть Основа, она очень хороша в плане того, что ты многоступенчатая система, ты можешь игрока проверить на многих разных уровнях, но при этом она очень серьезно замедляет скорость попадания футболиста в состав. К тому же Петухову, которому 2001 года рождения, 19 лет, ему нужно было пройти молодежный состав, он не попал бы сразу в Казанку. Теперь ему нужно пройти год в Казанке, ему уже 19 лет. То есть он в основу, он попадет, когда ему 20. 20 лет по современным меркам для футболиста это много. Как ты думаешь, в этом плане есть ли возможность такая, что футболист перескочит сразу из Академии, из молодежного состава и может попасть на карандаш к тренеру основного состава? Максим Мухин как пример. Максим Мухин это покупной футболист, человек, которого приобретали, которого вела селекционная служба. Я говорю про воспитанников Академии. Наверное, да. Возможность такая. То есть условно существует. Условно говоря, в 2004 году есть парень, который прям супер ярко сверкает, ему сейчас 16, на следующий год он выпускается там в ЮФЛ команде. Допустим, это Никишин, который забивает в ЮФЛ в каждом матче по 3-4 мяча. Попадает в 17 лет, условно говоря, в молодежный состав. В молодежном составе, допустим, становится лучшим бомбардиром. Есть ли возможность, вот по твоему видению ситуации, того, что после этого его возьмут на сбор с Основой, они отправят проверяться еще и в Казанке? Даниил Худяков, который в прошлом году был исключительно вратарь 2004 года рождения, который в том году выступал исключительно за свою команду Академии, в этом году дебютировал в ПФЛ, сейчас тренируется с Основой. Мне кажется, красноречивый пример. За молодежкой не стали меньше следить из-за того, что есть Казанка. Там также присутствуют тренеры основного состава. Чаще всего это Саркиса Данесяна и Дмитрий Лайсков. Станислав Сухина ходит на все матчи. И Казанки, и ЖФК. Тогда я спокоен, в принципе. Он действительно какое-то спокойствие нам всем дает. Ну, а если как бы шутки убрать, ну вот у вас в тему дискуссии вашей с Сашей, ты бы что предпочел, чтобы у тебя на два года позже в команде появились разом Куликов-Макеев-Тугарев-Рубчинский или чтобы у тебя сразу появился там условно один из них, а все остальные ушли по другим командам. Я предпочитал первый вариант. Я тоже, конечно, предпочитаю всех сохранить, но при этом я считаю, что лично мое мнение, никому не навязываю, что молодого футболиста, когда он на протяжении там трех, четырех, пяти матчей показывает действительно яркий футбол, ему там 17-18 лет, и он показывает футбол ярче, чем его сверстники и даже чем чаще всего такое бывает, было раньше, по крайней мере, в молодежном первенстве старого формата, что он еще и круче, ребят, старше него, что именно в этот момент его надо выдергивать и в этот момент его нужно давать почувствовать взрослый футбол. Если он очень часто такое случается и мировая практика это подтверждает, что он вдруг неожиданно на своем адреналине, на своем кураже закрепляется на этом уровне и начинает играть так, как до этого в принципе и не играл. Просто потому, что вот в нужный момент его забрали. И скорее всего проваливает следующий сезон, кстати. И это тоже достаточно часто, потому что одно дело, это когда ты яркий, на тебя никто внимания не обращает, ты на кураже играешь, а другое дело поддерживать свою форму и показывать свой класс. Такое тоже бывает, но бывают и обратные примеры. А представь, кстати, извини, перебью, представь, ты один сезон отфеерил, второй не фееришь и тебя спускают в казанку. Эмоциональное состояние футболиста. У нас такие были. Я думаю, что очень отвратительные. Очень отвратительные. И после этого можно и закончить. Не хотеть больше играть в футбол никогда. Именно. Поэтому можно долго дискутировать, плюс надо еще не забывать, что у нас реформа молодежного первенства, которая сейчас состоялась, она на самом деле такая себе, палка дул в концах. Потому что очень серьезно изменился уровень молодежного первенства. Он стал хуже значительно. Даже если посмотреть на нашу группу. Я нисколько этого не занимаюсь. В принципе, за то, чтобы отменять уже молодежное первенство и заставить все команды, все клубы РПЛ, ФНЛ заявляться в ПФЛ вторым составом и уже нормальное ПФЛ первенство организовывать, а не очередные попытки реанимировать зону Восток, разбросав все клубы по другим, так сказать, группам. у Локомотива опять получится три команды, так или иначе. Ну, я понимаю, но я думаю, что это дискуссия, в которой нету правильного ответа. Это вкусовщина. Вопрос мой в основном был в том, чтобы не получится ли так, что мы просто вот из-за этой волокиты клубной потеряем игроков. Я ответил про вратаря, это довольно интересная история. Я как раз тоже хотел узнать, как так получилось, то, что у нас вдруг неожиданно вратари из Академии, перепрыгнув все ступени, попадают в Казанку, а теперь, как выяснилось, еще и на тренировку основного состава. Неужели он настолько крут Худяков? Я, в принципе, смотрел матч, он действительно хороший, классный вратарь, но, честно говоря, не то, чтобы Касьяненко там был хуже вратарь. Я не сильно разбираюсь в вратарских делах, потому что это, как и всегда, было особая каста и все вот эти прочие слова, которые так любят. Но, насколько я понимаю, просто Андрей Савин, он на постоянной основе тренируется с основным составом, он третий вратарь локомотива на данный момент. На ближайший матч второй вратарь локомотива? На ближайший матч один все-таки. Да, соответственно, Савин в основе и встает вопрос, а кто в Казанке? Можно идти по теме возраста и действительно тогда, например, у нас бы сейчас играл там в Казанке условно Сухорученко и вторым был бы Касьяненко. Если Касьяненко второй, а он был заявлен на один матч в Казанке в этом году, то, соответственно, Касьяненко лишается игровой практики. Нужно ли это сейчас Саше? Ну, не уверен. Соответственно, молодежка у нас остается, ну, и так далее, и так далее, да, там, Корякин и 2003, там, кто Рамазанов, Уралев. Можно по такому пути пойти. А если тренер вратарей, да, ответственный за всех вратарей в Академии молодежки в Казанке, я имею в виду, Владимир Николаевич Малышев, увидел, что вот есть у нас матюнин худюков, и уже кого-то из них можно подтягивать, не трогая при этом как бы сложившийся тандем молодежки, то почему нет, вот как бы у Худи тьфу-тьфу-тьфу, все получается, и, ну, хорошо, если он дальше будет в 16-17 лет играть в Казанке, а потом станет подбираться к основе более решительно, чем сейчас, ну, понятно, в силу возраста, ну, я тоже только забуду. Это вопрос получения игровой практики, да, получается, что, ну, Худюков-Матюнин все равно получит свою игровую практику в ЮФЛ, в любом случае, а посидеть на скамейке, но они же играли. За Казанку играл Худюков. Худюков, провел же матч. Не один, не один, три или четыре, один. Ну, то есть, получается, можно было бы все равно того же условного Кассияненко позвать, и он бы получал игровую практику. Это вопрос таланта, или это вопрос того, что есть, опять же, тот самый вопрос, что есть сложившийся состав молодежной команды, которую не трогаем, она сыгрывается, она получает практику, у них там все хорошо, и особо не тасуем. Это очень сложный вопрос, который, наверное, все-таки нужно адресовать Владимиру Николаевичу в частности, и тренером вратарей вообще молодежной команде в Академии. Я для себя вижу, вот так, как я тебе сказал пару минут ранее, что а зачем переводить кого-то куда-то, если везде можно получать игровую практику. При этом, ну вот, там, у Илюхи Сухорученко не идет в Казанки, да, мы это видим, вполне очевидно, что он не получает места в составе Казанки, и, соответственно, даже потренировавшись с Основой, как бы, вот, предпочитает уже более молодого проторя туда отправлять. Понял. Кто сейчас лидер молодежной команды? После того, как ушел у нас, соответственно, в Казанку Петухов, Шарков, кто лидер? Лидер издевалки? Лидер издевалки. Шмаков. Кто его ведет? Лидер издевалки, Шмаков, капитан команды. Наверное, Ваня не столь, не столь пока яркий лидер, ярко выраженный, как... Шмаков это 2002 год. 2002, парник, точно. И это получается как история до этого, когда Миронов 2000-го рулил всеми ребятами 99-го, так сказать. Нет, не получается такой истории, потому что молодежке остался один Макс Петров 2001-го года рождения, если я ничего не путаю. Возможно, путаю бы Рабошкин 2001-го. Да, наверное. А вот все остальные, пожалуй, что... То есть там уже произошла эта смена поколения, да? Да, потому что молодежка омолодилась, у нас одна из самых молодых команд даже в нынешнем формате розыгрыша, когда омолодились безусловно все команды, за счет чего, кстати, и многие там спад испытывают. Иди сейчас Хлынов. Хлынова повреждения, из-за которых он пропускает вот уже второй месяц. Вот, к сожалению, Никиту как бы замучили, он только начал играть по ФЛ, там только плюс-минус начал забивать, ну вот, так сложилось, что я знаю твоего мнения Хлынова. Ну, я считаю, что ему физически рано было играть по ФЛ. Это было, мне кажется, было видно, что он не готов к тому, чтобы играть по ФЛ, чтобы такие нагрузки испытывать. сидя с трибуны довольно легко делать любые выводы. Согласен, мне Никита импонирует, поэтому я надеюсь, что у него все получилось. Тоже очень импонирует Хлынов, его голевое чутье, его умение разобраться в эпизоде, но тем не менее, считаю, что рано, просто тупо рано было ему, потому что надо сначала мясом обрасти. Пусть обрастает и учится прям по ФЛ. только с травами тяжело обрастать мясо. Шмаков, 2002 год и... Ну, слушай, он капитан, он это бремя на себя взял и старается ему соответствовать. Он не настолько, да, повторюсь, ярко выраженный лидер, как Илюха Петухов, который может раскидать всех вокруг себя, даже не замечая кто-то соперник или свой. Но, пожалуй, что да, ну, плюс, естественно, Макс Петров. Естественно, потому что берет игру на себя и ребята чувствуют, что не знают, что делать с мячом, отдай Петрову. Он придумает. Но чаще всего они знают, конечно, что делать с мячом и меня в этом, вот это меня прям подкупает в молодежке, в вообще любой молодежке Мишаткина. Они в любом случае знают, что будет дальше. Окей, я продолжу, извини, по персоналям. Если Макс Петров единственный 2001-го остался, почему Барабошкин был единственный, можно я не буду говорить про Барабошкина, почему он единственный остался в молодежке? Это, мне кажется, довольно обидно. Я думаю, да. Но это решение тренерского штаба Казанки. Казанки. Понял. Грицака забыли до 2001-го года. Но это тоже возвращенец, так сказать. Ну, возвращенец, но тем не менее, наш же. Наш. Наш, куда от этого деться. Непонятно, что его потянуло на берега Невы? Ну, возможно, скоро узнаем от еще одного возвращенца. Это их выбор. Ладно. Сайби? Нет, я бы не сказал. Но я думаю, что хотел бы этот человек и в нос. Я ему искренне желаю удачи, но у меня прекрасные с ним отношения, мы иногда общаемся. Но я думаю, что он понимает, что здесь было бы больше шансов и вариантов дальше пойти. Но окей, не будем об этом. Надеюсь, ты про Артема Дзюба. Смешно. Еще что-нибудь про Дзюбу будем обсуждать? Ну, смотри, мне кажется, что ребята, ну, это в основном реформа молодежного первенства, мне кажется, что ребята наши настолько, вот по всем матчам, которые я смотрел, они настолько сильнее всех, причем не только, да, когда мы берем команды а-ля Строгино, которые Коноплева, хоть и с ними был тяжелый матч, но просто реально тут мы выходим, они выходят и мы смотрим матч, в котором есть одна команда, а вторая даже мяча не получает. Даже тот проигранный матч с Рубином, он тоже был абсолютно под эту. Растут ли ребята? Ну, это моя основная проблема, я поэтому и говорил, что не факт, что реформа молодежной лиги, которая состоялась в этом году, на пользу пошла. Про это же говорит Максим Юрьевич, про то, что нам интересней и важнее, чтобы ребята против сильных соперников выступали. Когда ты приезжаешь в Грозный и против тебя выходят ребята на год, на два старше, возможно, даже гораздо больше, чем на год, на два, то футболист получает гораздо больше опыт, чем обыгрывая Строгино со счетом 4-1, или сколько мы им там закидали. Во всей этой истории меня привлекает только вторая часть лиги, которая начнется весной, где будут играть пять лучших команд из каждой группы, и вон там уже будет заруба интересная, где будут Зенит, Локомотив, в ЦСКА, мы увидим еще Динамо с Краснодаром и Спартаком, еще одну ЮФЛ, только годом старше, мы увидим. Ну, просто вот смотри, опять же, последние матчи, которые молодежка проводила, она точно так же доминирует над соперниками, но победы получаются достаточно вымученными. И мне кажется, что это уже такая достаточно мотивационная часть, потому что ребята выходят, они знают, что они всех сильнее, они чувствуют, что могут играть в полноги, и мне кажется, что начинают действительно играть в полноги, от этого получаются проблемы, в котором приходится центральному защитнику, чтобы выправить ситуацию, забивать по два мяча. Я соглашусь, я соглашусь, и команда за последние два матча получала от тренерского штаба в раздевалке, после поражения таких эмоций и слов им не высказывают, то есть после Рубина все гораздо спокойнее было и нормально, ну просто разочарованно все были, а вот после победных с Коноплева и особенно против Химок, Максим Юрьевич там, я думаю, встряхнул команду, будет здоров, они сейчас обыграли Спартак в контрольном матче, я думаю, что это связанные события. Спартак ровесников? Да. Как они вообще эту паузу проводят? Тренируются, вот один матч был контрольный. Давай, скажи про него, я не видел информации. 2-0 обыграли смешанным составом, играли первый тайм, так сказать, резерв молодежной команды у нас был с ребятами, которых мало практики, там, Воротынов, Беликов, Гришкин, ну, а во втором тайме уже состав был посерьезней и как бы вот двушечку им. Кто? Грицак и Першин. Есть надежда на Першина. Есть надежда на Першина. Мне напоминает молодого Голоджана, когда у Артема еще все было в порядке с внутренним... С чем? С чем стало не в порядке у Артема Голоджана? С внутренним самоощущением. Он почувствовал себя суперзвездой? Утвердительно кивнул головой. Довольно странно, что его не спустили на землю многочисленные аренды, в которых он не играет. Его спустили, во-первых, на землю, кстати. Он же, когда закончился у него срок очередной аренды этой зимой, он тренировался этим летом. Корновесная пауза. Да. Была новость о том, что он возвращается... Ну, точнее, что он тренируется с локомотивом, и у меня была определенная надежда, что, ну, типа, давайте. Он тренировался и с Основой, он тренировался и с Казанкой? Тема, что я видел, как будто я смотрю на другого Артема. Я очень хорошо помню сезон, в котором он феерил, даже не один, ну, пожалуй, прям феерил два сезона, да, чемпионский и следующий. Вот. Развожу руку. Тебе не удивляет, что из той Казанки, из той команды 98-го года рождения в основе Куликов, в основе Рыбчинский, в основе нет Гаванина, в основе нет Галаджана, в основе нет Махатадзе? Ну, что значит удивляет? Если бы мне кто-то об этом сказал пять лет назад, я бы сильно удивился. Я бы не удивился там присутствию первых двух, но я бы очень сильно удивился, что вот эта тройка, она не сможет пока на данный момент совершить. Они вообще вне большого футбола получается. Жора в эту паузу тренировался, Сосновый тренируется. Ну, тренироваться с Сосновой мы знаем, что это еще очень далеко до того, чтобы быть в большом футболе. Так-то Махатадзе вообще на поле выходил за локомотив. Ну, да. Это знаем. Ну, тем не менее, это вот еще один, как бы не последний, вообще шанс у Жоры попасть. Ну, дай бог, да, он наконец-то начал голевые действия на поле совершать и в целом лидером Казанки сейчас видится. тем не менее, да, Куликов и Рыбчинский. Почему они смогли, а эти не смогли? Твое видение их как, не как футболистов со спортивной точки зрения, как человека, который с ними общается. Рыбчинский. давай, Рыба. Рыба достаточно замкнутый в себе, не распыляющий своих эмоций куда-то вне футбольного поля. Видимо, он вот это все, что у него есть, вложил в саморазвитие. Что касается Кули, то для меня его игра это такое же открытие, как и для всех, наверное. То есть Куля в этом сезоне за эти полгода сделал такой бешеный рывок в своем развитии, который как бы в моем сознании он не укладывается как бы до сих пор, когда ты полгода назад играл за казанку, а сейчас ты против Баварии как бы ну неплохо, прямо скажем. Кули открытый парень, улыбчивый парень и не знаю, что еще про него сказать, он просто классный парень, вот он такой же, как мы с тобой. И если бы он здесь сейчас сидел третьим, он бы так же с нами общался и вот подкаст был бы на троих. Я не знаю, ответишь ты на вопрос или нет, кого ты, я понял уже про Петухова, кого ты очень ждешь в основе, может быть, в ближайшее уже время и считаешь, что он ментально готов? И спортивно готов, да, как футболист, и ментально готов к тому, чтобы очередным птенцом Казанки, так сказать, в побыть. Безусловно, Петухов, безусловно, мы выносим сейчас за скобки Иосифа, Сильянова и Макса Мухина. Это те ребята уже, которые играли. Сильянов, я надеюсь, когда-нибудь уже может быть. Да, я тоже надеюсь. Ну, это те ребята, которые уже перебрались из Казанки в основу, все, они там, это надо принять как факт. Петухов, Шарков. Три слова про Шаркова. Почему? Машина. Вообще безумная. Ну, мне кажется, все все видели, кто следит действительно за молодежкой, за Казанкой, но он же с первой по 90 будет носиться, даже если у него ноги слоят, он все равно будет носиться просто. Кто организовал последний гол в ворота Мурома, на ком сфорили Шарков. На 89-й минуте он сказал нецензурное от слова и начал держаться за свои игры, потому что набегался просто по правому флангу туда-сюда неимоверно. А потом на 96-й минуте, когда команда пропустила, он сказал давай-давай, просто взял мяч, пошел с ним, заработал пенальти. Шарков был капитаном в команде 2001 года. день рождения. Я знаю, они были еще в разных бандах с Петуховым, а сейчас в академии по молодому возрасту. Мне Шарков как раз рассказывал, мы с ним болтали для интервью, в Иркутске это было, а потом диктофонная запись остановили, естественно, начали разговаривать уже за жизнь. Он рассказывал про то, что у них в академии были две такие компании, которые друг друга недолюбливали. Там в одной из них был Петухов, в другой Шарков, а там еще кто-то был типа вместе с Шарковым, по-моему, был, боюсь набрать, но по-моему, Макс Петров и Черняков. А с Петуховым кто-то, ну, какой-то другой игрок, он сейчас не в составе уже, не в структуре, клуба, малоизвестный. Вот, и они как-то там не очень хорошо друг с другом ладили, потом, как это часто бывает, выбрались в компьютерный клуб поиграть, и, собственно, вот так они поняли, что Илюха-то Петухов нормальный чувак, и с ним можно общаться, и вот, собственно, теперь Шарков-Петухов они как бы, ну, друзья, прям друзья в большом смысле этого слова. Да, Петухов-Шарков причем вот right now, как говорится, очень хочу, чтобы попробовали Мишу Иванькова, хотя бы, ну, на постоянной основе в тренировочном процессе, и Макса Петрова. Иваньков производит впечатление такого, не знаю, как сказать, чтобы не обидеть, но такого гиганта, увольня, который такой вот, не знаю, деревенский, что ли, такой паренек, нет? Деревенский паренек, тебе про его жизненные характеристики? Ну, мне больше, я, как они играют на поле, я и сам вижу, я очень люблю, я очень котирую Иванькова, и очень давно жду, чтобы вот, у нас с центральными защитниками беда, и я вот, мне кажется, Иваньков это человек, который современный центральный защитник может им стать, по крайней мере, да, потому что у других центральных защитников, надеюсь, что черный избавится от своих демонов, и, но ему тоже, мне кажется, свой лучший матч он проводил с краю, и, не знаю, Герджан еще как-нибудь где-нибудь котируется, но я все равно считаю, что Иваньков это тот человек, который олицетворяет для меня, по крайней мере, человек, который может вырасти центрального защитника современного плана. Высокий с достаточно холодной головой и подключиться вперед. Какой он в жизни? Да, ты абсолютно прав, он простой, очень простой парень, совершенно не умеющий давать интервью у Миши, да, если ты дослушаешь это до этого момента. Да, простой парень. Мне нечего про него сказать, ни хорошего, ни плохого, просто вот, ну, у нас прекрасные отношения, естественно, у меня нет ни с кем, практически ни с кем, нет каких-то нехороших отношений. В общих словах, в чем проблема Макса Петрова? У него нет проблем. У него нет проблем. Но, тем не менее, он 2001 года и в молодежке. Но проблем у него нет. И он, будучи старше всех, вот только в последних матчах, наконец-то, ну, в последних матчах, наконец-то стал что-то решать на поле. Ну, именно вот в плане того, чтобы давать результат. Гол феноменальный. Я, это вот, наконец-то, тот Макс Петров, которого я помню по 2001 года рождения, который решал матчи, который в золотом матче 2001 года рождения в чемпионате Москвы взял и забил Динамо, когда вот надо было. Потом я смотрю Макса Петрова, он очень много бегает по полю и никакой эффективности. Ну, Макс часто берет игру на себя и периодически заигрывается. Вот у меня это единственная к нему претензия, когда он не вовремя с мячом расстается. Большой плюс Макса Петрова в том, что ему вообще все равно, просто пофигу, с кем он играет. Против него может быть Кимих, а может быть Иванов из Химок. Вот ему одно... Все равно ему, короче говоря. И он это неоднократно показывал. Просто зверюг он на товарищеских матчах. Мы играли со старшими командами на сборах с поляками из... Чего у них там экстракласса, да, по-моему. Вот. Петя как бы вообще на спокухе вышел, точно так же накручивал по три соперника, по трех соперников, потом, скорее всего, терял мяч. Вот проблема вот в этом. Он вспыльчивый? На поле очень. В жизни нет вообще. Это, как думаешь, вот чисто для тебя это плюс или минус? Что и красной карточки он просто на ровном месте хватает? Ну, у нас и тот же Петухов, раз он у нас красной нитью через весь подкаст проходит. Петухов хватает карточки за то, что он... За разговоры с судьями. Постоянные. За что? За свою вспышчивость, эмоциональность. Ну, 50 на 50, хорошо. Я просто иногда слышу, что он им говорит, у меня как бы... Я бы красную тут показывал сразу, а не желтую. Ну, я... Это в том числе мастерство игрока, знать, что можно сказать такому арбитру. Я, например, не очень много помню именно дурацких удалений Петухова, а вот Макс Петров, который на 90-е минуте удалится в выигранном матче, это... Да, это укладывается в мою картину мира. Ну, я согласен, что укладывается, но справедливости ради там история была не в том, что Макс Петров как-то неправильно себя повел, а в том, что судейская бригада между собой не умеет общаться, как выяснилось. Да, это привело к тому, что мы имеем, и стало в итоге проблемой Макса Петрова, который пропустил матч ЦСКА следующий. По-моему, год назад я у тебя спрашивал, почему не играет Макс Петров, и мы потом выясняли, что он, оказывается, получил красную карточку за что-то и дисквалификацию. Да, и мы в итоге выяснили, но не будем к этому возвращаться сейчас. Ну, то есть, это опять же тоже вот на ровном месте получает красную карточку и пропускает несколько матчей важных для команды. Не знаю, блин, для меня это всегда... Это плюс или мин? То есть, это вполне может быть плюсом. Для меня? То есть, это человек, которому не все равно. Да, вот я только хотел сказать, что для меня это всегда показатель, что тебе не пофигу, зачем ты выходишь на футбольное поле. То, что надо себя сдерживать, иначе все будет плохо для команды, но это рано или поздно придет. Мне кажется, в игровом плане это пришло к Жоре после моего, наверное, самого тяжелого матча вообще в локомотиве после самого тяжелого моего поражения. Самое тяжелое это в плане послевкусия, отходника? Вообще всего. То есть, вот меня два дня после этого матча просто не было в этой жизни. ощущения после матча я понимаю, что на самом деле матч этот в достаточной степени можно назвать триумфом казанки, которая собрала пять тысяч человек, которая заставила себя всех поверить и привела на стадион. Но вот спортивная точка зрения это, конечно... Ну, это, знаешь, вот ощущение, когда ты готовишься, когда ты всю неделю фигачишь, чтобы получилось и пять тысяч, чтобы команда почувствовала. Ну, не было там, конечно, пяти тысяч никаких. Но я был на стадионе и было очень много. Очень много, действительно, очень много. Ну, вот, когда наступает час икс и эмоциональное твое состояние зависит от результата, да, и большей даже степени от того, как игра будет складываться, вот оно свелось к тому, что просто опустошение это даже не то слово, которое можно было характеризовать. это всех касалось, это и команду безусловно затронуло, потому что следующий матч против Велеса один-один, да, на последних минутах сравняли, на первых пропустили, вот они, они еще там были, неделя прошла, они еще доигрывали матч с сексильщиком десятером, моментально, я имею ввиду. Как Махатадзе переживал и в команде как относились к всему этому? По-разному, сначала Жора извинился перед всей командой после матча. Кто-то понял, поддержал сразу, не буду скрывать, что часть игроков как бы руки пожали, но смотрели косо. Думаю, что это был достаточно тяжелый для Жора период, который он, ну, вот он, для него, наверное, он закончился там уже в моменте сборов, летних получается. Ты для себя как-нибудь объяснил, что произошло в тот момент, почему он так сыграл? Это была перенакачка, то есть перенастрой супер какие-то? Ну, да, он забыл, мы с ним разговаривали, причем буквально после Мурома я его там подвозил до дома. Ну, речь зашла еще раз об этом эпизоде, он говорит, ну, слушай, я вообще забыл, что у меня есть желтое, что я сейчас могу не попасть по мячу, ну, просто вот. Это, я думаю, те самые важные матчи, через которые нужно пройти молодому футболисту, когда на трибуне куча народу, когда матч действительно что-то значит, и в этом плане, мне кажется, очень важно, чтобы казанка была наверху, и чтобы на казанку ходило много народу, потому что в тренировочных играх ты получаешь некие игровые навыки, но потом выходишь на поле стадиона РЖД-арена, на тебя смотрят 15-20-25 тысяч, пульс зашкаливает, и ты можешь абсолютно забыть обо всем. Да, абсолютно согласен, абсолютно согласен, и очень хорошо, что у нас есть юношеская регуэфа, где многие через это проходят, когда у тебя транслируют, тебя матч ТВ в прямом эфире, когда ты знаешь, что за тобой следит действительно большое число вообще любителей футбола в стране, то есть не только те 200 человек, которые обычно тебя поддерживают в РПЛ, ну, в России. Да, здорово, и хочется, чтобы казанка тоже где-то показывала себя в матчах с командами, которые априори должны быть выше ее. Играют стоверники с такими командами. Периодически, но это считанное число каких-то матчей, потому что очень тяжело искать соперников в рамках подготовки казанки, потому что сейчас команда ушла на ПФЛ ушла на паузу, до апреля аж. Команда осталась тренироваться. Естественно, клуб РПЛ никакой и ФНЛ ты не найдешь, потому что они все играют официальный матч. Соответственно, ты играешь либо с командами ниже уровня, это к вопросу о том, когда все смеялись, когда казанка 9-0 зенит выносила московский. Ну, потому что просто ребятам нужна игровая практика, а другое соперника нет. Вся причина, почему к нам зенит приехал. Или ты играешь с командами ПФЛ, которые тоже по своим каким-то причинам считают тоже, что не нужно уходить в отпуск на 5 месяцев. У нас ближайший матч Казанки в пятницу с обладателем Кубка Москвы. Шикарный матч был. Так же это называется, да? В общем, играем с СШ-75 Савеловской или Савеловская Савеловская Очень сложное название. Сложнее, чем Алина Долгопрудная даже. А потом играем с Тверью через неделю. Что будет дальше, никто не знает. Но в любом случае у команды там будут по одному матчу в неделю. Ну, я читал, что Казанка не уходит в отпуск. Вы так и продолжаете. Просто вместо ПФЛ у вас товарки. Да, потому что нужно поддерживать игроков, которые в любой момент могут востребоваться в основе. Это логично. Разумно. Ну да, когда начинаются сборы уже перед следующим сезоном, там тоже команду РПЛ не найдешь, потому что никто в Манеж, кроме команд ПФЛ не поедет. Они едут с радостью прям вот вообще из тех городов, которые вот ближайшие там Золотое кольцо и немножко дальше, там вот они да, конечно, приедем. Потому что Манежей у нас, к сожалению, не так много. И сыграть в Манеже для них зимой это прям, ну, прям классно. Поэтому высокие соперники, они соперники высокого уровня, они возможны на сборах зарубежных, где команда находится в одной локации. Ну, в Турции дофига таких команд базируются зимой. И, соответственно, как получились там матчи молодежки с теми же поляками. Полякам нужно было потренироваться в спокойном игровом режиме, наработать какие-то связи, что-то поделать с мячом. После матча они сказали, мы с вами больше не будем играть, вы нас как бы возили полтора тайма. Ну, поляки могли бы уже и понять, они постоянно берут каких-то молодых ребят из различных молодежек российских, а они потом становятся едва ли не лучшими футболистами. Поляки, чехи. Слабенькое первенство, прямо скажем. Давай закончим на личных историях. Самые крутые места, где ты был благодаря молодежке и казанке. Тяжелый вопрос. Молодежка по понятным причинам в Загреб. Ну, потому что зачем мне еще раз ехать в Загреб, если не... Как у вас был день в Загребе? Вы ходили по центру города? Вы только тренировались? Вы просто приехали-уехали? Команда туда летела со сборов из Турции сразу, напрямую. Соответственно, прилетели за два дня, на следующий день, естественно, тренировка и... 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 и все, как бы, команда на отдых, ну, кто-то пошел там самостоятельно вокруг отеля погулять, кто-то спать лег в таком предыгровом режиме. В день игры, да, насколько я помню, команда прогулялась. Ты, меня команда мало интересует. Я спокойно вообще себя чувствовал, я два дня, но мне вполне хватило для того, чтобы погулять по Зальцбургу. по Зальцбургу. По Зальцбургу я тоже погулял. Только, наверное, все было закрыто. Только все было закрыто, поэтому все вышли дружно из отеля и вернулись обратно в отель, ибо коронавирус, нечего гулять, очень интересно. В Загребе. Потрясающее, да. В Загребе спокойно, да, еще на тот момент гулялась, и поэтому... Погода хорошая была. Погода была, классная весна, ранняя, Европа. Здорово. Красота, никто не спорит. Окей, Гиша. Казанка. Казанка. Ну, понятно, что с Казанками объездили все золотое кольцо России. То есть, понравилось? Нет. Не понравилось, потому что все достаточно однотипно, однообразно. Я небольшой фанат хождения по... вокруг религиозных каких-то учреждений. Для меня интереснее в разы архитектура города, которая подразумевалась его основателями, да, там, и как она развивалась в течение времени. И, конечно, там... мне интереснее, какой трамвай ходит в городе, вот, скажем так. Урбанист. Ну, отчасти, да. Вот вся эта история с урбанистикой, она мне более близка. что-то пытаюсь вспомнить, где мы были сказали... Иркутск. Спасибо, что подсказал. Иркутск, безусловно, да. Ну, и, конечно же, не сам Иркутск, а Байкал. Опять же, то место, куда я давно хотел добраться, но не видел повода туда ехать и делать совершенно правильно. Обрадовался, когда Иркутск добавили в нашу группу? Честно, да. Я тоже обрадовался, а потом подумал, что познал это, наверное, плюс еще этот чертов коронавирус никуда не уходит. Ну, погода была сильная, да, это правда, но раз уж ты там, то как бы погода и на второй план отходит. Иркутск, безусловно, да, ну, что еще? Расскажи про Байкал, куда ты попал, ну, ты до самого озера, да, добирался, доходил? Да, мы с... Какое впечатление оно производит? Мы с Леной Рыбаковой взяли такси в Иркутске, по прилету сразу команда поехала тренироваться, там часовая тренировка легкая у них какая-то была предыгровая. Мы решили посвятить это время Байкалу. Час езды по разной абсолютно дороге, где-то в 15 километрах от Иркутска она заканчивается. Дальше ты идешь по приборам. Есть поселок Листвянка, достаточно известный, потому что он ближайший собственно к Иркутску и трасса как раз выходит прямо на него. Там помимо красоты озера как такового там есть прекрасный подъемник наверх, который в зимнее время используется для горнолыжных каких-то историй. Не такой высокий, но позволяет как бы с высоты посмотреть на озера и прилегающие окрестности. Поднимались? Да, поднялись. 400 рублей стоит туда-сюда скататься. Или 400 в одну не суть. И вот это как бы того стоит. Естественно, там закупились рыбкой, чем еще закупаться на Байкале. Ну, в общем, да, Байкал рекомендую всем, если Зенит Иркутский останется в следующем сезоне нашей группе в ПФЛ, в чем есть определенные сомнения, достаточно веские, то, в принципе, я бы, наверное, повторил это путешествие. Там есть еще банька, но прямо на озере стоит. Вот я хочу еще туда успеть, чтобы занырнуть в Байкал. Принято. Ну, я очень надеюсь, что съездить на выезд за Казанку в Иркутск и посетить Байкал, это одна из целей на посткоронавирусный период, но тут не все от нас зависит. Ну да, выезды с Казанкой, не знаешь, они не столь интересны по месту, куда ты едешь, сколь интересны по атмосфере вокруг футбольного стадиона. Расскажи. Ну, приезжаешь ты в Великие Луки. Во-первых, когда бы ты еще доехал в Великие Луки? вот это вот никогда, конечно же. Приезжаешь ты в Великие Луки. Там у тебя Стадион Экспресс, на котором моргал Дмитрий Оленичев когда-то. Прикольно? Прикольно. Тебя встречает пресс-соше местной команды, которая одновременно является офицером по безопасности этой команды. Прикольно? Прикольно. Ты начинаешь сразу подсебывать своего офицера по безопасности Казанки, говоря о том, что следующую пресс-конференцию проводит он. Приезжаешь в Псков, у тебя трактор, который расчищает искусственное поле, приподнимая траву и газон. Он застревает перед матчем примерно в районе штрафной площади. Ну, потому что глохнет. Приезжает BMW X5 и вытаскивает этот трактор прямо с поля. Команда в это время стоит и аплодирует. Потому что классно. Прикольно, прикольно. Сюжеты, конечно, да, это хочется видеть. Да, приезжаешь ты во Владимир и постоянно ругаешься с местным пресс-атташе, потому что, ну, потому что, блин. Это во Владимире пресс-атташе, он же диктор, он же комментатор, он же все на свете. Он же все на свете, да. Владимир Никольский. Он же человек, оценивающий судейство, по-моему. Мирошниченко мы все очень хорошо помним. Да. Плюс у них феноменальный абсолютно твиттер, который себе может позволить такие вещи, которые я, например, не могу себе в личный аккаунт выложить. Но феномен торпеда Владимир, безусловно, феномен. Где мы еще такую самобытную команду найдем? Не знаю, в Муром приезжаешь, у тебя студион, прямо перед ним лес. Ты такой, ого, здорово. Ну, в общем, вот из таких мелочей на самом деле выезд и складывается. То есть, как команда сыграла, безусловно, на первом месте, а дальше вот все это окружение, что у тебя было в городе, какая была дорога обратно. Ну, вот я, допустим, на следующий сезон планирую посетить какой-нибудь выезд с Казанки. Мне хочется покататься по России, я очень люблю по России, как раз в плане внутреннего туризма. Что бы ты посоветовал? Вот туда стоит ехать. С Иркутском определились, это мое личное желание, но все остальные города, которые ты перечисляешь, для меня, в принципе, на одно лицо. Ну, во Владимире я был, и это, наверное, в меньшей степени, но Великие Луки, Псков, Муром и все остальные города. Я Смоленск назову, на самом деле. Смоленск. Смоленск красивый, Смоленск близко к Беларуси, при большом желании можно зацепить и Беларусь. Не самый ближний, но зато действительно хорош по своей архитектуре, большой город, плюс, еще раз повторю, возможность заехать по пути в Беларусь. И хорошая дорога туда, если ехать на машине, что тоже немаловажно, потому что в Великие Луки просто так не доберешься. Вроде едешь по той же дороге, а за 40 километров до города она тоже ты сворачиваешь и дороги нет. Ты там где-то лежишь в автобусе, потому что 7 часов пути перекидываешься в картишки с ребятами. Поездка в автобусе с командой Казанка и в автобусе с командой Локомотив, если тебе доводилось, они чем-то отличаются? Слушай, да я ездил на автобусе Локомотива один раз. В 2015 году играл потрясающий товарищеский матч в Душанбе, как ты помнишь. С трудом, с трудом. Мы нас пригласили туда на, по-моему, 75-летие местного футбольного клуба «Истиклол». Я так понимаю, через Черепченко. Я так понимаю, что тоже. Там еще Джами Крахмонов дебютировал в том матче за основу. Да, это я помню. Там Касаеву особое внимание было. И так как это матч товарищей... Не говори, что вы на автобусе в Душанбе ехали. Да нет, конечно. Мы ехали до аэропорта до Мадедова, откуда вы летали таджикскими авиалиниями. Ладно. Или какими? Узбекскими. Короче, какими-то там авиалиниями. У меня с географией, да. И очень было... Не помню уже почему, но в тот период это был период отпусков, во-первых. То есть весь офис в межсезонье старается уйти в отпуск, потому что больше некогда. И я остался тогда один, и меня отправили одного в Душанбе. Тоже отпуск? Отчасти. Ну, свой колорит. Соответственно, я там был как пресс-эташе команды, как СММщик и как фотограф еще вдобавок. Это был тяжелейший абсолютно выезд в рабочем плане. Почувствовал себя пресс-эташе Торпедо Владимирович? Да. Да. На тот момент я еще не догадывался, что я чувствовал. Оказалось, что оно вот оно. Вот. Анька Галай из Москвы работала, помогала ставить что-то в новости. Ну, в общем, так, до 4 утра мы поработали после матча, соответственно, по послематчевым всяким историям, интервью, фоткам и прочим, а в 5 утра уже вылет обратно в Москву в 6 часов. Вот тогда я прокатался на автобусе в Сосновой и там не было проблем с этим, потому что ради меня одного как бы машину заказывать не стоит из Черкизова, а технику забрать надо было. Объясню вопрос. Мне кажется, что профессиональный футбольный клуб «Локомотив», играющий в российской премьер-лиге, это такая очень солидная, очень серьезная организация, где куча, во-первых, всяких примет, кто где сидит, где четкая иерархия, где лишнего слова не скажешь. И есть Казанка, которой все друг друга знают, все друг друга друзья с самого детства, и там должна быть атмосфера, которая такая роуд-муви. Я, честно, тебе скажу, не знаю насчет примет, которые сейчас у нас есть в автобусе. Знаю, что они были при Юрии Павловиче. Да сто процентов есть. Это сто процентов. Есть история про это. Давай. Мы прилетели в Хабаровск. Она достаточно медийная эта история. На самом деле, может быть, кто-то не слышал. Мы прилетели в Хабаровск, и водитель, когда вез команду на игру, мы просто чуть раньше выезжаем всегда на своем транспорте медиакомандой, и водитель, который вез на игру, везет команду и свернул просто в один момент не к тому входу, где игроки заходят. После чего наивный мужчина для плохого здоровья начал сдавать назад. Я опущу все то, что он выслушал в свой адрес, но команда по морозу, а там был адский мороз, как ты помнишь, по всем сводкам и думали даже отменять матч, команда 500 метров обходила стадион, только потому, что автобус не должен сдавать назад. В целом, приметы это рабочие для всех команд, но, естественно, что никто так не будет. Есть там некоторые предметы, я их сам замечаю, когда кто-то из тренеров выходит последним из автобуса, например, кто-то, наоборот, первым. Понятно, что в казанке молодежки с этим спокойнее. Основы много. Но атмосфера, когда едут на матч, она более расслабленная, они сконцентрированные, они там уткнулись в наушники, в наушниках. Они в наушниках. То есть все настраиваются на игру, как могут. Молодежке в прошлом году была история, что они ехали с колонкой на матч, когда из колонки один человек Денис Файзур звучал. Герман Основ. Ничего себе. Ну, не его треки, естественно, но он ставил. Помню, в молодежке как-то мы ехали играть с Динамо в прошлом году и Максим Юрьевич Мишаткин видит, что команда как-то зажата. Он подзывает к себе, нет, даже не подзывает, он сам подошел туда-назад в автобусе, где сидит Файза. Говорит, Файзик, это же рэпер. Он такой, ну, да, записываю. А Файзик, он как бы нетипичный рэпер, у него как бы понтов нет, зажатый человек. Вот. И Максим Юрьевич говорит, ну, давай, включи, чайник свое. Да, не надо, может, ну, давай, включай, хочу послушать. И вот где-то полчаса мы тут ехали под треки Файзи, Файзи в автобусе. Максим Юрьевич там узнал о значении некоторых новых слов для него, что имел в виду его футболист. Такой эпизод был, да. Но сейчас нет, сейчас все сконцентрированы в основном нет в своих наушниках. Там после игры, да, уже можно, конечно, ослабиться. После игры, соответственно, расслабо. Да, абсолютно. И уже все, напряжение спало. Да, если в позитивном, естественно, позитивный исход матч. Из Мурмы ты с команды не ехал? Не знаешь, позитивно там было или не позитивно? Из Мурмы ехал. Ехал с команды, конечно. Ты просто говорил, что ты Махатадзе подвозил, это было, видимо, в прошлый раз. Не, Махатадзе я подвозил из Черкизова к его дому в Москве уже, когда мы приехали. Все, по-моему. А из Мурмы конечно, там все-таки далековато ехать, после матча еще поработать надо успеть. Атмосфера? Сначала такая, ну, ну, недолго никакая, скажем так. Где-то полчаса ребята там отзвонились родным, близким, что-то написали и потом, собственно, начали общаться между собой, уже как бы отходить, там кто-то картишки, кто-то там что-то музыку послушал, видосик посмотрели вдвоем, книжку кто-то почитал. Ну, короче, нормально, расслабленно. Не было никакого такого прям блин, мы сыграли мячу с Муромом, что же теперь делать, что же... Да нет, а зачем? Играли-то сильнее. Если бы играли как плохо, короче, играли, то да, возможно у них. Я считаю, что блестяще заклицевали, начали Муромом, закончили Муромом. Спасибо огромное за беседу, было очень интересно, надеюсь, что через какое-то время мы еще раз встретимся, ты расскажешь еще новостей из Казанки, из молодежки, и надеюсь, что слушателям это тоже будет интересно, и, соответственно, если вы хотите этого, то, как обычно, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь, и ходите на Локомотив, на Казанку, на молодежку, и радуйте Женю Кириллову. Да, пожалуйста, радуйте меня, главное, радуйте команду, они прям вот с каждого человека любят, обнимают, и прям целуют в щечке, если было можно, если бы не коронавирус.